Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Алина Загитова победила в номинации «Самая популярная спортсменка» и рассказала, когда будет ее новая программа. Ирика Кихира исполнила «Четверной сальхов». Писатель рассказал, почему выходит книга про Александру Трусову. Ну а теперь обо всем по порядку. Анна Тарусина побеждала Алину Загитову и подавала огромные надежды, но накануне своего первого международного турнира серьезно пострадала в аварии. Неосторожность французского водителя сломала карьеру одной из самых талантливых фигуристок России. Вскоре после рождения у Ани обнаружили проблемы со зрением, но родители делали все, чтобы девочка не чувствовала себя нездоровой. К шести годам она занималась фигурным катанием в родном Одинцово и параллельно училась в музыкальной школе. Еще в детском возрасте у Тарусиной проявился талант к презентации программ. Благодаря обостренному слуху девочка буквально сливалась с музыкой. А набираться технического мастерства Аня перешла к Сергею Давыдову, который в то время работал в «Самбо-70». Тарусина тренировалась рядом с юными звездочками группы Этери Тульберидзе – Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой – и нередко их обыгрывала. В финале Кубка России 2016 среди юниорок Аня уступила только более взрослой Станиславе Константиновой, а Загитова тогда стала лишь четвертой. Все через пару месяцев Тарусина отпраздновала и первую большую победу, обойдя на первенстве России и Константинову, и будущую чемпионкой Европы Софью Самодурову. В многом благодаря этому успеху Анна получила возможность дебютировать на юниорском гран-при. Дебют Тарусиной на международной арене был запланирован на этапе юниорского гран-при во Франции. В городке Сен-Жерве Аня должна была соперничать за победу с Алиной Загитовой и Каори Сакамото, но на старт так и не вышло. Автобус, в котором фигуристка ехала к месту проведения турнира с тренером и другими участниками этапа, въехал в столб на горной дороге. В результате аварии около 10 человек получили травмы, а сильнее всего досталось 13-летней Тарусиной. Пока Загитова одерживала первую международную победу, недавно опережавшую ее Тарусину оперировали в местном госпитале. Через несколько дней Аню перевели в больницу в Гренобле, а уже оттуда эвакуировали в Москву для дальнейшего восстановления. Врачи опасались давать прогнозы по поводу возвращения на лед, но Тарусина с первых дней после аварии пыталась сделать специальные упражнения и ждала, когда ей все же позволят надеть коньки. «Это было сложное время. Дело даже не в том, что было больно. Просто я очень соскучилась по соревнованиям и по тренировкам, особенно по прыжкам, потому что сразу после возвращения мне разрешили только скользить по 20 минут», — говорила Анна. Тарусина смогла вернуться к тренировкам, а в феврале возобновила соревновательную деятельность. Однако ее результаты серьезно упали. Во-первых, сказывался длительный перерыв, во время которого соперницы прогрессировали каждую минуту и уходили вперед. Во-вторых, давали о себе знать последствия аварии. То и дело, появлялась боль, мешавшая кататься легко и чисто. Из-за той злосчастной аварии во Франции дебют Тарусиной на юниорском гран-при был отложен на два года. В сезоне 2018-2019 Аня стала второй на этапах в Словакии и Словении, но для попадания в финал этого оказалось недостаточно. Перед Новым годом экспрессивная и невероятно ограниченная фигуристка запомнилась болельщикам ярким выступлением на взрослом чемпионате России, где заняла восьмое место. Казалось, Аня смогла все преодолеть и оставить неприятную историю в прошлом. Однако, скоро стало ясно, что автокатастрофа все-таки сломала карьеру одной из самых перспективных и талантливых фигуристок России. Летом 2019-го она снялась с контрольных прокатов в юниорской сборной из-за повторной операции на ноге, а затем объявила о паузе в карьере. При этом Давыдов сразу дал понять, что речь идет об уходе из фигурного катания. Елена Зотова, автор книги о 16-летней фигуристке Александре Трусовой, в интервью объяснила, почему читателю сейчас интереснее произведения о юной спортсменке, чем о заслуженном ветеране. Со времен СССР выпускались сотни биографий политических деятелей, ученых и других заслуженных деятелей, ушедших на покой, отметила Зотова. В качестве награды за многолетний труд, эти награды, как правило, были интересны лишь самому герою, его близкому кругу, соратников и родных. Остальная часть тиража так и оставалась по лице на полках магазинов. Сейчас книги перестали быть наградой, остались способом подачи информации. И первый вопрос, ответ на который хочет получить издательство, звучит не как, заслужил ли этот человек книгу. А как будет ли эта книга интересна широкому кругу читателей? Купит ли этот тираж? Фигурное катание – это вид спорта, который сейчас набирает сумасшедшую популярность в мире, в том числе и благодаря российским фигуристкам-одиночницам. Когда есть интерес сотен тысяч людей, он будет удовлетворяться, будут выпускаться интервью, статьи, книги. И это естественный процесс. Александра Трусова и здесь оказалась первой. В этом сезоне выйдут книги еще про трех фигуристок. Выйдут в разных издательствах, написанные разными авторами. Фамилии, героинь озвучивать не буду. Все узнаете сами, чуть позже, сказал Азотова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсмерка». Фигуристка победила по результатам выбора звездного жюри, голосования зрителей и болельщиков на сайте «Матч ТВ» и на официальных страницах канала в соцсетях. Загитова набрала 33,86% голосов. На втором месте расположилась теннисистка Мария Шарапова 23,27%. На третьем фигуристка Евгения Медведева 21,31%. Алина Загитова так прокомментировала свою победу. «Хочу сказать спасибо за такую награду, потому что мне это очень важно. Спасибо тренерам, которые всегда были со мной. Я безумно им благодарна, потому что они продолжают вкладывать в меня. Эту награду я завоевала вместе с ними. Спасибо моей семье, которая поддержит меня очень сильно. И, конечно, спасибо людям, которые голосовали за меня, потому что я знаю, сколько людей за меня болеют и переживают. Это очень важно для меня. Работать ведущим в шоу очень тяжело, так как спортсмены не очень разговорчивые. Я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. Сейчас у меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила. Еще столкнулась с проблемой, что нужно спрашивать у спортсменов, расстроились ли они. Когда я участвовал в соревнованиях, падал и мне задавали такие вопросы. Мне это очень раздражало. Это очевидно. Вернусь ли я в спорт? Посмотрим. Сейчас коронавирус. Очень сложно. Отменяется очень много соревнований. Какие-то из них под вопросом. Это тяжелая ситуация для всего спорта. Когда я последний раз виделась с Медведевой, и есть ли у меня запретные темы, я предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни. Думаю, что когда я вернусь, будет трудно. Это спорт. Хорошо отношусь к хейтерам. Раньше я много обращал на них внимания, переживала. Но сейчас понимаю, что без этого никуда. Это как стимул подняться еще выше. У меня построена крепость, туда допускаются только близкие. Фанаты приезжают ко мне на каток, чтобы сфотографироваться. Из-за коронавируса многих людей не пускают. Они стоят на улице, мне их безумно жалко. Мне очень приятно, когда они просят сфотографироваться. Прямой эфир мне нравится больше, потому что я люблю все делать быстро и максимально, продуктивно. На съемочной площадке не скандалю. Если надо что-то переписать, я, конечно, перепишу. У меня сейчас будет шоу. Я готовлюсь. Буду показывать две программы. Одна будет новая. Сейчас моя жизнь проходит более насыщенно. Тренировкам добавился университет. Очень интересно. Но в первое время было тяжело в это все вливаться. Непривычная терминология. Сейчас уже стало легче. Мне сказали, что староста будет следить за успеваемостью. Сразу отправилась к ней. Я чаще стала учиться, потому что понимаю, что это нужно для жизни. Сказала Загитова во время трансляции спортивной премии Матч ТВ 5 лет. Если хотите посмотреть полное интервью Алины Загидовой, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Загубанистам, начинающим заливщикам льда. Тоже, в общем-то, неплохо. Надо уметь в этой жизни делать все. Поэтому я не стесняюсь браться за новые рекорды и браться за новую работу. Дорогие друзья, посмотрите, какая красотка пришла. Загубани новенькая. Ой, красота, красота. А посмотрите, что творится там. Посмотрите, разметочку делают. Да. Опа. Мы еще не положили резину, но уже делают разметку. Так, я сниму сейчас. Ооо, International Figures Skatering Academy. Academy of Schools Angels of Plyshankom. И что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Нет, мы не знаем, что ты хочешь нам сказать. Что я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать, что уникальные условия мы готовим. Особенно для детей, для спортсменов иногородних. И для москвичей, и для московской области. На нашей территории можно тренироваться и жить. То есть, можно показывать вдвойне лучший результат. Не надо будет никуда ездить. На метро. Тратить время. Можно будет тренироваться. Буквально 30 секунд перешли и живем. В хороших условиях, уникальных. Так, еще не постеление резины. Так что, друзья, резина, еще много работы, но мы уже близко и уже видим свет в конце тоннеля. Но сегодня Евгений решил не кататься, а начать обучение на заливщика. Это если кто-то из заливщиков заболеет, то ты можешь заменить. Я всегда готов. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok